А ну что уж, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Полоскун, и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать о Титане Ауминг. Ну и вообще, друзья, ситуация какая? Я думаю, вы все прекрасно помните, как еще много месяцев назад в игре появилась ультимативная версия Титана Ауминг, которая так и называется Ultimate Ауминг, и тогда это было что-то такое удивительное, что-то новое, потому что это единственный Титан в игре, до сих пор, кстати, у которого 200 уровней прокачки, которые требуют для улучшения еще МК-3 жетоны, и вообще это что-то очень необычное и крутое. Однако, я не скажу, что это стало массовым, во-первых, потому что это было все очень сложно получить дело, а во-вторых, потому что Титан не является какой-то мега-эмбой. То есть, да, это просто очень хороший Титан, у которого колоссальная огневая мощь, но при этом прочности у него не так много, как у других Титанов, скорость у него тоже не самая большая, и все-таки Титан хорош только благодаря своей огневой мощи. И надо на него поставить какие-то хорошие пушки, потому что если ставить пушки для разной дистанции непрокаченные, то смысла от такого вообще не будет. И то есть, еще надо все это дело качать, поэтому намного проще взять какого-нибудь другого Титана, того же Бедвира, Ифеля или там Лучидора, и уже на них там спокойно, не спеша прокачиваться, играть, и в целом будет все хорошо. Но все-таки такая вещь в игре есть, и что интересно, пока я отсутствовал месяц, в игре появились новые классные пушки под названием Виндикатор. А в чем суть этих пушек? Это, по сути, Титановские Рипперы, у них колоссальный урон, 32 тысячи единиц за одну вот эту пульку, за один выстрел, и они сразу несколько патронов выстреливают, и, соответственно, носят какой-то бешеный урон. Причем, что интересно, они еще игнорируют очки защиты полностью, видите, 100%, ну и получается, что за одну обойму четыре пушки носят там, ну, что-то порядка 300 тысяч урона, если не больше. И это, на самом деле, что-то с чем-то, то есть такая сборка ауминга ультимативного и четырех виндикаторов, она просто будет, по моим прогнозам, сносить всех и вся. Также еще обычно я рассказываю о том, какие модули я решил поставить, и здесь у меня довольно интересный набор. Я поставил два Титан Риппер Амплифайера, они мне очень сильно нравятся, потому что они, во-первых, дают лечение, во-вторых, повышают прочность, и в целом это, наверное, один из лучших защитных модулей для Титанов на данный момент. Что касается атакующих модулей, то я поставил Анслаут Реактор, конечно, можно было еще другие варианты всякие поставить, например, Каннибал Реактор и Бить Титанов, но я думаю, в этом смысла особого нету. Урона у нас и так дофига, и если еще два модуля повысить его на 30% по обычным роботам и на 40%, а нет, да, 30% по обычным роботам, и получается 70% по Титанам, я думаю, это будет вполне неплохо. Да, кстати, еще были споры в комментариях под одним из моих прошлых роликов, и некоторые люди считали, что урон по обычным роботам возрастает на 15%, а по Титанам на 20%. Так вот, это неправильно, урон по Титанам суммируется, то есть по Титанам будет на 35% повышенный урон уноситься, поэтому модуль он в этом плане очень хороший. Пилота, собственно говоря, поставил Лью Житая, потому что тут на самом деле вариантов не очень много, либо ставить Ян Гли, который просто хороший, либо же вот топового пилота Лью Житай, и он как раз хорошего, потому что дает Аумингу инвиз на 4 секунды при взлете, повышает прочность на 13%, это довольно приятно, ну и также позволяет еще увеличить силу ремонта плодоспособности на 50%, что тоже, ну, очень даже хорошо. А модули я поставил, что ты модули, умения пилота я поставил, как обычно я ставлю, то есть все на прочность, также механика, ну и на скорость вроде лихача и пару таких универсальных вроде генералиста, чтобы еще дополнительно повышать характеристики робота. Ну, в общем, получается вот такая вот сборка, и предлагаю отправиться в реальный бой и ее протестировать. Сказать честно, я не знаю, в какой режим лучше всего будет пойти, поэтому я, наверное, просто тыкаю «Быстрый бой», надеюсь, все-таки не попадется режим «Смертельная битва», где нужно просто убивать роботов противника, все-таки надеюсь, что будет режим с маяками, например, «Превосходство» или «Гонка за маяками», потому что там все-таки надо думать на стратегии, и мне эти режимы нравятся больше всего. Ну, сейчас у нас идет поиск игроков, что-то он сегодня какой-то долгий. А, ну все, наконец-то он нашел матч, я, наверное, сразу возьму «Фенрира», чтобы побыстрее зарядить «Титана», потому что его очень легко заряжать, играя на «Фенрире», потому что, во-первых, очень много урона наносит такая вот комбинация у меня на коронах и их этом «Глори», и еще вот так же «Титан» постоянно лечится благодаря активному модулю, ну и в целом, я думаю, зарядим его буквально за пару минут игры. Сейчас надо подойти к противникам поближе, они почему-то решили все пойти по правой стороне, хотя... Да, на нас идет «Пассфайндер», сейчас будет нас пытаться атаковать, он как-то нас сразу обездвижил. Вот, так, ну и... Не знаю, хочу ли я с ним драться, наверное, хочу. А, нет, он прячется от нас, поэтому... Так, ну давайте тогда выходим против вот этих всех противников наших, вон летает и Муги, выходит еще Гарпия, а нет, это Сирена, прошу прощения. Так, ну и нас со всех сторон бьют, почему-то нам не засчитали убийство, к сожалению. Так, ну хотя бы, может, вот этот товарищ, да, мы его разобрали. Выходит против нас у Чокочи, надо его побыстрее разобрать, то товарищ не сам приятный, особенно... А, ну у него какая-то смешанная сборка, я думал, он на этих играет на электрических пушках, потому что эта комбинация вообще убийственная, но у него какая-то там сборная солянка, у него что-то был этот огнемет ультимативный, еще там другие пушки. Так, к сожалению, нас убийство забрали, но может хотя бы Кьюри сейчас разберем. Надо вообще дать пушкам немножко зарядить обойму и не стрелять постоянно. Так, Кьюри, да, мы его разобрали, еще один у Чокочи выходит, причем это у Чокочи самый неприятный, потому что у него звуковые пушки и он будет нам сейчас сразу серую прочность сносить, и это очень грустно, потому что полечить ее быстро я никак не смогу. Ну, корабль у меня пока еще не зарядился, надо его как-то быстрее сносить. Так, блин, ну я почти его снес, да, трипл килл сделали, отлично, ну и Титан пока еще не зарядился, там еще надо пару убийств сделать. Блин, сколько у Чокочи? Еще Шенлу пришел. Это уже треть у Чокочи в бою, я не думал, что они до сих пор так популярны, потому что, походу, они есть у всех. Выходит Раптор, и да, мы уже Титана зарядили, поэтому предлагаю тогда сразу его высадить и издалека начать всем портить жизнь. Так, вон летает у нас какой-то товарищ, Раптор, да, и как-то, не знаю, сейчас не получилось ли нанести ему урон почему-то, он опять прыгает, ну давайте попробуем. Да, у него, видимо, из-за того, что у него тут щит неприбиваемый, рефлектор, он как раз и не дает себя так быстро убивать, и начинает еще нас сносить, к сожалению. Я думаю, сейчас мы его добьем, да, ну нам дали ассист, ладно уж. Так, и как раз главный плюс этих пушек, то что у них дистанция 1100 метров. Да, поэтому мы можем, по сути, откуда угодно стрелять, и все равно будем издалека всем портить жизнь. Так, выходит там Кризис, что забавно, причем, то есть это, по сути, обычная версия нашего Титана, то есть тоже 4 пушки такие. Ну и да, мы его убили, само собой, потому что урон очень большой. Так, выходит там Эйфель, и вот сейчас, ну да, конечно, Эйфеля снести будет трудновато, но все равно сейчас, может быть, пока он взлетел, сколько, ну, почти половину прочности за одну обойму, и учитывая то, что мы стреляем там каждые 5 секунд, это очень даже хорошо. Пока у меня тактика такая, что я не даю товарищам этим захватывать маяки, ну вот, я все это контролирую, но, походу, меня сейчас Раптор идет разбирать, к сожалению, но я думаю, у него ничего не получится. А, ну да, я, кстати, сейчас глупость сделал, потому что я начал по нему стрелять, пока у него был щит. Вот, да, мы его побили, и там что-то Рук куда-то собрался лететь. К сожалению, я его снести сейчас не смогу, только максимум вот эти вот щиты пробить. Хотя нет, видите, две трети снес за одну обойму, это просто что-то с чем-то. Да, его сейчас добьют, нам дали ассист, и там кто-то летает такой. По-моему, это тот же самый Эйфель, да, это Эйфель, просто на таком расстоянии не особо видно. Так, кто у нас тут еще? Тут полно у нас там еще. Так, ну, товарищ там что-то уходит куда-то, я по нему не попаду. И еще у нас... Блин, я не знаю, они как-то все попрятались, так нехорошо. Может быть, вот так вот? Да, мы у этого Дагона снесли ему щит и половина ХП. Ну, в целом тоже неплохо, хотел бы, конечно, добить его. Если бы щита не было, мы бы его вынесли прям очень хорошо. И сейчас, наверное, я делал в какой-то мере ошибку, потому что нельзя на такой комбинации так быстро подлетать на Оминге. Но, блин, по-другому никак их не достать. Там вот Эйфель еще. Сейчас, кстати, я, наверное, его очень хорошо так снесу. Ну, почти. Не хватило немножко урона. Я вот сейчас... Да, у нас еще кораблик использовали с этим неприятным гравити-амплифайром. Так, ну, я не знаю, то есть хочется, конечно, кого-то еще побить. Причем что-то у нас как-то... Товарищи всех бьют, маяки тоже, они что-то не удерживают. Так, ну и... Давайте хотя бы догоны снесем. Потому что Эйфели я сейчас бы не смог снести. И вот видите, у меня ошибку сделал. У меня сейчас очень быстро начал сносить. Так, еще одно убийство сделали. Ну, в общем, этот Титан не для захвата маяков точно. И, к сожалению, мы сейчас, может, по ним проиграем. Вон выходит, кстати, новый этот Берсаглер. И снести его... Это будет довольно забавно. Так, давайте взлетаем. И все, и сносим. Да. Видите, Ауминг, он прям оказался сильнее этого Титана. Но, на самом деле, он просто не очень грамотно отыграл. Вот. И вот сейчас вот это вот самое неприятное. Эйфели сейчас до сих пор, спустя столько времени, всех бьют. Ну, вот. Ну, и ничего, сейчас мы ему покажем. Да. Все, разобрали. Видите, сборка очень классная. Несмотря на то, что я допускаю столько ошибок при игре, я все равно как-то умудряюсь сносить большинство роботов противника. Так, еще у нас там Бедвир. Да, меня кто-то атакует. Я даже не понимаю, кто. А, этот Дагон, вот этот. Так. Ну, и что? Надо по-хорошему Бедвир разобрать. Это, что мы сейчас проиграем по маякам. Наверное, самый грамотный ход сейчас будет захватить этот маяк, над которым я летаю. Может, хотя бы так у нас удастся выиграть. Потому что у нас все союзники поумирали, к сожалению, моему. Вот. И нам сейчас надо как-то этот вопрос решать. Так, вот там идет Бедвир. Причем спровоцировал нас. Я жду, пока у него щит закончится. Так, ну, он что-то как-то... Да, ну, у нас все плохо. Да. Ну, в общем, ладно. Этот бой мы, наверное, проиграли. Я не знаю, может быть, попробовать взять Фантома. И позахватывать маяки. Потому что, видите, у нас прям совсем немножечко осталось. И если додавить, вот, и не дать им, ну, контролировать все маяки, может быть и выиграем. Но тут у нас, конечно, не так много шансов. Но они есть, по крайней мере. Так, очень много урона наносит этот товарищ вражеский. Но мы маяк захватили. Так, и нам надо сейчас просто немножечко тут пожить. Вот. То есть я понимаю, что я сейчас отдаю ему робота своего. Ну вот. Но моя задача просто выжить. Чтобы у нас вот эта полоска... Блин, ну это очень грустно. А, ну все, мы победили. Это удивительно, на самом деле. Потому что я думал, нам конец. Но тут все-таки мы додавили. Команда союзников под конец разыгралась. Так скажем, все, кто остались. Ну и в целом бой получился хороший. У меня 11,5 миллиона урона. Это очень много. Вот 11 роботов убили. Три маяка захватили. В общем, вот такие вот результаты. И во многом это благодаря вот этому Титану. Аумингу. И пушкам в индикатор. То есть сборка интересная и классная. Но, конечно, жалко, что это все получить крайне проблематично. Если еще пушки можно как-то получить, то Титана сейчас, по-моему, вообще никак нельзя получить. Даже в блоках данных его пока нету. Я не знаю, добавят ли его снова. Но вот довольно интересная комбинация. Еще я, кстати, хочу попробовать поиграть на Шаранге. Так, я не знаю, где-то она у меня была. Я ее к следующему ролику обязательно найду. Но чтобы показать, что это за Титан, вот он. Если кто не знает. На него можно поставить тоже три альфа-пушки. Я хочу поставить в индикаторы. И посмотреть, как будет показывать Титан с такой комбинацией. Потому что Шарангу получить не так сложно. Там даже за месяц можно платину накопить и ее купить. А пушки, ну, конечно, проблемные. Но я надеюсь, мне разрешат их разыграть. И тогда получить будет чуточку полегче. Ну, в общем, друзья, получается как-то так. На этом, я думаю, можно видео заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам видео понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами как с тобой был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok